Даже в самых прогрессивных странах мира сладкие речи про всеобщее равенство перед законом по-прежнему остаются сладкими речами. Все мы прекрасно знаем, что зачастую известным и состоятельным людям запросто сходят с рук проступки, за которые простой обыватель вполне может основательно присесть. Например, звездных адептов пьяной езды за рулем хватает как у нас, так и на Западе. Чем интереснее выглядит такой факт, в последние годы западное общество, легко прощающее звездам общественно опасные проступки, крайне остро реагирует на их высказывания. Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Сегодня я расскажу вам о самых резонансных случаях, когда неосторожные фразы и шутки десятилетней давности оборачивались огромными проблемами для звезд первой величины. Кто-то потерял роли и рекламные контракты, кто-то отделался извинениями, ну а самые невезучие вовсе оказались на руинах некогда успешной карьеры. И я точно знаю, что вы сейчас едите или как минимум чаек пьете, поэтому переместимся на кухоньку. Спонсор выпуска Гроуфуд. Я терпеть не могу сам готовить, жалко время, поэтому заказываю правильное питание Гроуфуд. Белки, жиры и углеводы у них уже подсчитаны. И это не травка какая-то, всё реально вкусно. Я просто подбираю себе идеальную по составу и суточной норме калорий программу питания и больше не гружу голову. А с моим промокодом Кинокритика вы получите скидку 1200 рублей на любую линейку. Мои друзья уже давно экономят на моих рекламах, так что давайте и вы тоже. Залетайте по ссылке в описании. Том Круз психанул. Улыбчивый Том Круз разжигал пердаки задолго до того, как это стало мейнстримом. Самые скандальные высказывания актёра относятся к середине нулевых, когда ещё и социальных сетей-то не было. Не знаю, как сейчас, но в то время Круз был весьма упоротым адептом церкви саентологии. По его собственному признанию, это спорное учение якобы помогло ему преодолеть дислексию. Да и вообще, саентология способна исцелить наркомана, реабилитировать преступника и спасти нашу грешную землю. А вот психиатрию Том объявил лженаукой и в 2004 году высказал мнение, что её нужно запретить. В интервью программе Entertainment Weekly он и вовсе назвал психиатрию нацистской наукой. Тут стоит отметить, что эту позицию нельзя считать исключительно личной позицией актёра. Церковь саентологии осуждает психиатрию с момента своего основания, так что, по сути, Круз публично пропагандировал учения, а не выражал своё личное мнение. В 2005-м он пошёл дальше и перешёл на личности. Том открыто раскритиковал актрису Брукшилдс за приём антидепрессанта Поксил, который прописывают для лечения после родовой депрессии. Он отрицал существование такого явления, как химический дисбаланс и очередной раз окрестил психиатрию псевдонаукой. В ответ актриса отметила, что Круз должен спасать Землю от инопланетян, а женщины сами вольны выбирать наилучший вид лечения. Заявления актёра вызвали довольно широкий общественный резонанс, так что вскоре он принёс извинения и перестал публично болтать о своих убеждениях. Как показывает время, решение было верным. В нынешние времена за такие речи ему вполне могли отменить успешную карьеру и помножить на ноль все заслуги. Мэл Гибсон пьяный антисемит Безумный Макс и освободитель шотландцев никогда не славился образом хорошего парня. Скандалы сопровождали Гибсона на протяжении всей карьеры, просто до поры до времени ему всё сходило с рук. Но в 2006 году актёр совершил роковую ошибку. Сперва он сел за руль пьяным, превысил скорость, сопротивлялся аресту и угрожал помощнику шерифа большими проблемами. Как часто бывает в подобных случаях, дело быстренько замяли, помогли бабки и звёздный статус актёра. Так бы всё и закончилось, если бы вездесущие журналюги не узнали, что полиция предоставила публике отредактированный протокол. Благодаря изданию TMZ в СМИ быстро просочилась полная версия, а там было указано, что в порыве гнева Гибсон обругал полицейского еврейского происхождения и заявил ему, что «евреи виноваты во всех воинах на Земле». Реакция последовала незамедлительно. Актёру прилепили ярлык антисемита и припомнили ему гомофобные высказывания из далёких девяностых. В результате актёрская карьера Мэлла пошла прахом. Крупные студии до сих пор старательно избегают сотрудничества с языкастым дебоширом. Джентльмены так не поступают. Сочту за комплимент. Эштон Кучер не проверял информацию. В апреле 2009 года актёр стал первым пользователем с миллионом фолловеров в Твиттере. Именно посредством этой социальной сети Кучер совершил эпичный фейл. В 2011 он заступился за футбольного тренера, которого уволили из команды университета Пенсильвании. Как оказалось, Эштон упустил важную деталь. Тренера заподозрили в том, что много лет покрывал своего коллегу педофила. Актёр оперативно дал задний ход и принёс извинения, но было уже поздно. Злой интернет ещё долго обсасывал подробности этого зашквара. Год спустя Эштон снова вляпался в скандал, изобразив стереотипного индийца в пародийной рекламе. Страшно подумать, сколько кубометров говна ему пришлось бы съесть, если бы он додумался сняться в подобной рекламе в 2020-м. Гвинет Пэлтроу видела ниггеров в Париже? То же самое можно сказать про британскую актрису Гвинет Пэлтроу. В 2012 году она довольно промечиво пошутила в своём твиттере после концерта рэпера Джей Зи. Под впечатлением от увиденного актриса написала «Вот уж действительно ниггеры в Париже!» Оказавшись под шквальным обстрелом говномётов, Гвинет стала оправдываться, мол, это ж название песни, да и вообще мы с Джей Зи, друзья, не разли и вода. Впоследствии выяснилось, что на концерте действительно исполнялась песня «Nigas in Paris». Но ненависти и проклятие оскароносная актриса хапнула сполна. Как бы там ни было, она легко отделалась. В наше непростое время безболезненно съехать с такой темы было бы крайне трудно. Ларс фон Триер – весёлый нацист. Вообще, в начале прошлого десятилетия среди кинозвёзд гуляла какая-то эпидемия необдуманных высказываний. Такое чувство, что ребята предвидели смену социальной повестки и напоследок оторвались как могли. В том же 2011 году эпатажный режиссёр Ларс фон Триер договорился до того, что назвал себя нацистом и заявил о своих симпатиях Гитлеру. И всё это на пресс-конференции в рамках Каннского кинофестиваля. Судя по всему, режиссёр хотел потролить журналистов за неудобный вопрос о его происхождении, но навалил слишком много жиру и не справился с управлением. Сцена вышла столь эпичной, что её стоит увидеть полностью. Нетрудно догадаться, что организаторы фестиваля конкретно охерели с таких заявлений. Ларс поспешил извиниться за неудачные шутки, но в Каннах его всё равно объявили персоной нон-грата. Впоследствии прокурор французского города Грасс инициировал расследование по факту пресс-конференции, но в итоге дело было закрыто. Кстати говоря, неизадолго до Ларса за упоминание Гитлера поплатилась Меган Фокс. В интервью изданию The Telegraph актриса ляпнула, что на съёмках режиссёр Майкл Бэй ведёт себя как настоящий Гитлер. После таких заявлений продюсер Стивен Спилберг дал распоряжение немедленно уволить её из третьей части «Трансформеров». Джеймс Ганн – любитель маленьких мальчиков. Скандальные шутки Джеймса Ганна относятся примерно к тому же периоду с 2008 по 2011 год. Соцсети в то время только набирали обороты, интернет никак особо не регулировался. Золотое время, которое ушло, безвозвратно. Прошло несколько лет, режиссёр прославился на весь мир благодаря Стражам Галактики, но в 2018 ему припомнили старые шуточки из Твиттера. Как оказалось, в конце нулевых и начале десятых Джеймс Ганн искромётно шутил на такие забавные темы, как холокост, изнасилование и ВИЧ-инфекция. Например, режиссёр писал такое. «Смех – лучшее лекарство!» Вот почему я всегда смеюсь над людьми со спидом. Особо возмутили общественность совершенно идиотские шуточки с каким-то педофильским уклоном. «Мне нравится, когда маленькие мальчики трогают меня за причинные места, только…» Как вы знаете, Дисней оперативно уволил Гана из «Третьих Стражей», тогда как актёры фильма начали кампанию в его защиту. По итогу многомесячного срача режиссёров всё же отпустили грехи и вернули к работе над фильмом. В контексте политики современного Диснея такое решение смотрелось весьма странно. Это породило конспирологические теории о том, что данная история была использована в целях пиара. Находится в розыске за разбой. О, простите, я не знал, как эта машина работает. Кевин Харт, раскаившийся гомофоб. В том же 2018-м жертвой своих старых шуток стал известный актёр и комик Кевин Харт. В декабре американская киноакадемия объявила, что Харт будет ведущим церемонии Оскар-2019. Сразу после этого в американской прессе стали публиковать старые твиты Кевина, которые пестрили гомофобными высказываниями. Йоу, если мой сын вернётся домой и попробует поиграть с кукольным домиком моей дочери, то я сломаю это над его головой и скажу, прекрати это, гей. Почему этот юзер-пик выглядит как гомосексуальная реклама СПИДа? Ну и далее в том же духе. По итогу скандала Харт отказался вести Оскар и принёс глубочайшие извинения ЛГБТ-сообществу, заявив, что с тех пор он сильно изменился и больше так не будет. Зад я тебе всё равно натеру. Рыскни здоровьем. Обалдел! Логан Пол. Чем дальше в лес? Известный актёр и блогер Логан Пол решил наломать дров в буквальном смысле и направился в лес. Если предыдущие фигуранты просто болтали лишнего, то Логан выступил в рубрике «Вместо тысячи слов». В декабре 2017-го он выложил на своём ютуб-канале видео из печально известного леса самоубийц в Японии. Во время прогулки Пол наткнулся на труп реального самоубийцы и решил, что именно такого видоса не хватает на ютубе. Уже на следующий день видео было удалено, но за сутки его посмотрело более 6 миллионов человек, многие из которых стали делать перезаливы. По итогу Логан Пол подвергся санкциям со стороны Гугла и Ютуба, а репутационные потери преследуют его до сих пор. Джоан Роулинг. Женщина, которая менструирует. В 2020-м под раздачу попала Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере. В своём твиттере она пошутила над определением, которое увидела в статье «Люди, которые менструируют». Писательница иронично отметила, что раньше для таких людей было какое-то слово и попросила его напомнить, написав различные вариации слова «женщина». В результате разразился глобальный срач, охвативший интернеты всего мира. Критики обвинили Роулинг в трансфобии и в том, что она отказывается признавать трансгендерных женщин женщинами. Не остались в стороне и звёзды Гарри Поттера. Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон публично поддержали трансгендеров, выразив своё несогласие с позицией Роулинг. В ответ она написала о положительном отношении к трансам и рассказала о том, что сама подвергалась насилию, но извиняться не стала. Срач продолжается в велотекущей форме, но никаких санкций в адрес Роулинг пока не последовало. Хартли Сойер – любитель женщин Один из последних случаев расплаты за тупые твиты случился с актёром Хартли Сойером. На протяжении трёх сезонов он играл супергероя Ральфа Дибни в телесериале «Флэш». Актёр должен был вернуться к этой роли в седьмом сезоне, но был оперативно уволен за сексистские высказывания, которые он публиковал в первой половине десятых. В частности, Сойер жаловался на то, что все актрисы жирные, грозился выбить всё дерьмо из своей воображаемой жены и смешно шутил про то, как он похищал бездомных женщин и отрезал им грудь. Кстати говоря, актёр довольно давно подчистил свой твиттер, но забыл простую истину – интернет ничего не забывает. Некие анонимусы предусмотрительно сделали скриншоты, которые в одночасье разрушили карьеру шутника. Я наконец-то свободен. Я дома. А вот и мой мальчик. Всё в порядке? Всё отлично. Ребят, на днях обзор фильма «Довод» я уже его посмотрел, уже готовлю, пока вы смотрите этот ролик. Обзор фильма «Мулан» тоже скоро будет, «Новые мутанты». Ещё посмотрел Билла и Теда на предпоказе с Киану Ривзом. Фильм говнище конченое, не хочу делать обзор. Ну а если вы хотите, то гляньте по ссылке в описании, в паблике в нашем «Создам голосовалку», если вы хотите моих мучений. Короче, я вернулся, включаясь в работу. До скорого. Пока. Деаааааа!